Экс-шеф КГБ СССР сказал, нравится армянам или нет, но Карабах расположен на территории Азербайджана. Редакция «Армия АС» предлагает вниманию читателей отрывок из книги бывшего председателя КГБ СССР, 1961-1967 год, Владимира Ефимовича Семичастного «Беспокойное сердце». Книга была опубликована в 2002 году, на следующий год после смерти Семичастного. Согласно аннотации к ней, свои воспоминания Семичастный частично написал, частично надиктовал незадолго до своей кончины. В главе «Восток. Дело тонкое», будущий председатель КГБ СССР, отправленный в 1959 году в Азербайджан в качестве второго секретаря республиканского ЦК, так сказать, для усиления кадров на местах, рассказывает о махинациях и истинаниях армянских сепаратистов в Нагорно, Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Азербайджан, стал первым неожиданным поворотом в моей судьбе. До этого, моя биография складывалась довольно успешно и шла, как по накатанной дороге, не встречая особенных препятствий, резких поворотов, остановок и тем более откатов назад. А тут вдруг возник Азербайджан. А возник он в результате очередной кадровой возни в верхних эшелонах власти, в руководстве партии. Вторые секретари, почти всюду, присылались из центра, и, как правило, русские, кроме Армении. В Армении, наверное, где-то в 1980-м, вторым секретарем появился Анисимов, а до этого там всегда были армяне. Русских не помню. Да, и на Украине тоже, но там не поймешь, там мог быть по паспорту русский, а на самом деле, чистейший украинец, и наоборот. Так как я, например, по паспорту украинец, а на самом деле русский. Живи я в Латвии, мог бы стать таким же латышом. А в остальных республиках, на протяжении длительного времени, вторым человеком в партии был русский, назначенный из Москвы. Тоже и в Комсомоле. Когда я работал в Азербайджане, Хрущев приехал на 40-летие республики и Компартии Азербайджана. Мы собрались узким кругом, и Никита Сергеевич спрашивает меня. Ну как, изучаешь язык? Да я уже два знаю, хватит. Каких два? Ну как, каких, русский, украинский. Ты брось хитрить, засмеялся он. Когда ж я буду работать, если язык буду изучать? Не поддержал я шутливого тона. Когда я прилетел в Баку, был август 1959 года. Встретили меня в Баку с величайшим уважением. Начали работать. Вот, что мне нравилось у них, так это то, что пьяных в деревне вы не увидите. Там есть лайки, где вся стена уставлена бутылками с коньяком, водкой, вином, покрыто пылью, не берут. Вместе с тем, азербайджанцы много преуспели в науке. Среди них немало ученых, и по количеству кандидатов, и докторов наук, научных сотрудников. Они имели, очень высокий процент образованных людей. Отдыхать ездили в Шушу, небольшой курортный городок, расположенный в горной части Нагорного Карабаха. Даже руководство республики вывозило туда свои семьи на лето. Там прекрасный воздух и удивительная прохлада, благодаря которой легко переносится летняя жара, гораздо лучше, чем в равнинной части Азербайджана, особенно в степях и в самом Баку. В самом Нагорном Карабахе неоднократно возникали вопросы, связанные с национальным противостоянием. Запомнился один из приездов на областную партийную конференцию. Там незадолго до этого построили на Центральной площади, новое красивое здание обкома партии и область полкома. Не успел я подъехать, как ко мне подходит пожилой армянин, частный домик которого, стоял на этом месте, и которого долго уговаривали, чтобы он позволил его снести. Мужчина долго жаловался мне, как его ущемили. Тебе не нравится это здание? Да нет, но почему я должен был лишиться своего дома? Так тебе же выплатили всю его стоимость с лихвой. А мне нужна еще квартира, для дочери. Уж выжить, так все до конца. Армяне в Карабахе хотели самостоятельности, но чтобы все вопросы за них, в Баку решались. На областной партийной конференции Нагорного Карабаха собрались около 600 делегатов. Чувствую, обстановка недобрая. На трибуне председатель отделения Союза писателей Абрамян. Мне сказали, что обычно он выступает только на армянском языке, но здесь говорил на чистом русском. Потом я понял, почему. Он претензии излагал. Ну и конечно накидал мне штук 12-15 всяких вопросов по поводу того, как Азербайджан зажимает Карабах, не дает ему развиваться и не решает вопросы, и как они в Карабахе поэтому плохо живут. А надо сказать, что карабахцы жили прилично. Когда произошли события в 1988 году, еще существовали и ЦК партии, и газета «Правда», я говорил тогда, возьмите три района, Вологодский, один карабахский и один чисто азербайджанский, и дайте их в сравнении, кто как живет, у кого на сотню населения больше машин, кандидатов наук и людей с высшим образованием, а также школ, культурных учреждений. И я вам обещаю, вы обнаружите, что уровень жизни людей в Карабахе в 2-3 раза выше, чем в Азербайджане, а уж, что касается Вологды, так она и в подметке Карабаху не годится. Я у них и в домах был, и в колхозах, и видел все это. Я резко критиковал и стыдил их местное руководство. И в конце концов, в зале начали уже меня поддерживать. Так что мне бюро ЦК партии доложить. Задал я вопрос в конце выступления. Вы поддерживаете Абрамяна или меня? В зале шум, аплодисменты. Так я и доложу, что мы с вами обо всем договорились. И работать надо, а не бегать по инстанциям жаловаться. Да, у нас есть недостатки. И все, что относится в наш адрес, мы, обещаю вам, будем исправлять. Национальный вопрос, кавалерийским наскоком не решишь. Проблема заключалась в том, что в царской России не было национальных образований. Страна была поделена на губернии, управляемые губернаторами. После революционное разделение страны по национальному признаку вызвало волну территориальных претензий. Нравится или не нравится это армянам, но Нагорный Карабах расположен на территории Азербайджана и заселен он не только армянами. И когда в 1988 году начались события в Карабахе, среди обвинений в адрес Азербайджана были и такие, что якобы Баку. Хочет утверждать для работы в Карабахе, любую должность, даже, например, медсестры. Я там работал и помню, что никто никогда не требовал, чтобы Баку утверждал такие должности. Это придумано лишь для обострения ситуации. А главный, и тогда был вопрос, и сейчас, это присоединение к Армении, создание так называемой «Единой Армении». Но азербайджанцы говорят, а на каком основании? Это наша территория. И они правы. Работа в Азербайджанской республике, эти два года и четыре месяца, что я там пробыл, многое мне дали. И не только в смысле познания самой республики, ее обычаев, взаимоотношений между людьми. Я узнал там много приятных, хороших и воспитанных людей, которых до сих пор вспоминаю с удовольствием. Я следил за развитием Азербайджана и радовался, что он вошел в первую пятерку союзных республик, обогнав по промышленному уровню Грузию, Армению и Среднеазиатские республики. Наверное, в этом был и мой небольшой вклад.